Аллилуйя, Аллилуйя Добрый вечер, слава Иисусу, Аллилуйя Навеки слава Христу, Сыну Божьему, Спасителю нашему, Аллилуйя Слава Тебе, слава Слава Тебе и величие Слава в веках и народах Татьяна, добрый вечер, благословение Вам, аминь, аминь Давайте славить Бога, прославлять Его, Аллилуйя Имя Святого Иисуса Слава Тебе и величие Слава в веках и народах На ютубе нет удрошней молитвы В Италии, нет, 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 не блокируется Нет, просто она еще обрабатывается Она сейчас появится Стал добрый вечер, дорогие мои Татьяна пишет, Аллилуйя Валентина, просто утренний эфир Он, значит, еще обрабатывается Аллилуйя Но если Вы зайдете на Фейсбук Вот на мою страницу, да То, значит, и по ссылке на это видео перейдете То оно открывается Вот А так оно, да, оно сейчас будет обработано Раньше сразу, прям вот Видео прошло, допустим, трансляции, да И буквально там 5-10 минут, 15 и все И уже видео уже там А сейчас, видимо, много публикуется, да И, видимо, тоже такие пробки существуют Где-то там, да Поэтому не сразу Да, через полдня, через день Только там бывает даже Да, спасибо, Господь, тебе за все Спасибо, спасибо Ты искупил мир от греха Ты дал всем нам Любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред тобою предстоим И каждый дорог для тебя За все, Отец, благодарим И превозносим Слава тебе и величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Слава тебе и величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Слава, слава, слава тебе, Господь Святой Благодарю тебя этим вечером Проставляю имя твое Слава тебе и величие Да, ты искупил мир от греха Да, аминь, аминь, аминь Да, Гелена тоже добрая Всем добрый вечер Аминь Да, сестры, братья Всех приветствую Благоставляю всех вас Во имя Господне Благодарю Господа Благодарю Бога Живого Аллилуйя Бог искупил мир от греха Лидия, да, шалом Добрый вечер, братья и сестры Шалом, шалом Он дал всем нам любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, Господь Спасибо Веру, надежду и любовь Да, ты поместил наши сердца Господь, Боже Спасибо Спасибо Даровал нам спасение Аллилуйя Благословен ты, Царь наш Благословен Господь наш Благословен Спасибо тебе, Господь Спасибо 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 Благодарим Тебя, Господь Благодарим Спасибо Спасибо, Господь Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Ненародного Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Прославляем Тебя, Господь Слава Тебя, слава Тебя За кровь святую Твою, да За агнца Твоего, закланного Благодарю Тебя, Господь, благодарю Слава, 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 слава Слава Тебе и величье Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе и величье Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Господь, спасибо Тебе И сегодня, Боже, в этот день Да, прими славу и хвалу Господь Во все века Во все дни, Господь Да, во всякое время В каждую эпоху В каждом поколении Действительно, да Хвалим Тебя Прославляем Тебя Прославляем Тебя Наш Бог и Царь Благословенный Благословенный Господь Слава Слава Тебе Слава, слава Благодарю Тебя За кровь святую Агнца Твоего, да За кровь Иисуса Христа Да, самой великой ценою Величайшей ценою Мы искуплены От суетной жизни От всякого рода суеты От всякого рода греха Да, искуплены Величайшим сокровищем Да, кровью Христа Спасибо Тебе, Господь Спасибо, спасибо Спасибо Тебе за все, Господь Аллилуйя 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 Слава Богу Святому Слава Богу Слава Богу Аллилуйя 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 Господь, поклоняюсь Тебе, Боже Прославляю Тебе, Твое имя Святое Аллилуйя Поклоняюсь Тебе этим вечером, Господь, Боже В завершении еще одного дня нашей жизни, Господь, да Как сказано в Слове Твоем Был вечер и вот утро и день Вот опять Снова и снова День за днем, день за днем Вечер и утро Вечер и утро, да Господь, эти дни идут в нашей жизни И в каждом дне Слава Тебе, Господь Слава Слове Тебе, Боже Господь И в этой более реальной реальности Твоей Божественной реальности Уже сейчас Господь, да Находимся мы, да Во Христе Иисусе Братья и сестры Действительно это великое таинство Что еще живя на этой земле человек Приняв спасителем своим, Господом своим Да, Иисуса Христа Посажен на небесах Одесную Отца Посажен действительно в небесах И наша жизнь в этой боль Не в этих даже небесах Вот физических, да Они прекрасны, конечно, да Облака там, все прочее Но Здесь идет речь о более реальном мире О более реальной реальности О святой Божьей реальности Как бы иное измерение для нас это Совершенно иное измерение Неизведанное для человечества И оно изведывается Оно как бы исследуется И узнается только лишь Сердцами нашими, да Вот любящими Только лишь любовью Постегаем любовь Бога Действительно так И вот этим Живем Этим живу Спасибо, Господь, тебе за все Спасибо И у апостола Павла В посланиях Об этом Очень хорошо написано Очень хорошо И очень Он Павел Воспринимал эту благодать Божью Очень даже Глубоко И для своего времени Вообще Революционно Просто вообще Даже Из других апостолов Да Учеников Христа Мало кто Вот действительно Вот так глубоко Познавал Эту божественную любовь Эту божественную благодать И Павел Притом Судьба интересная Саул Да, Саул Значит Он же Гнал церковь Божья Вообще Изначально Мы читаем о нем Так То есть Мы читаем вначале О нем Как об инквизиторе Как о гонителе Церкви Божьей А потом Читаем о нем Действительно Чудо Вот как он пережил В деяниях Да, описано Как он пережил Бога в своей жизни Как он пережил Кто ты Господи Кто ты Потому что он Столкновение Инкаутер Да, вот такое Как мы говорим Да, по-русски Столкновение Вот это Столкновение С бездной Бездной милосерди Бездной любви И он Теологически Да, он знал Прекрасно Все там Доктрины Основные Там, да Учения Нюансы многие Иудаизма Разных течений Иудаизма И он У ног гамалиила Воспитывался Фарисеев То есть он Не просто Был даже Среди учеников Гамалиила А у ног Его То есть он Был Ближайший Как вот Иоанн Допустим Был У ног Иисуса Вот У груди На груди Иисуса То есть это Буквально У ног Иисуса Кабарядом Был с Иисусом Вот А также У гамалиила Павел Был Да Получается Да Саул Шауль Он Действительно Был Возле Учителя И то есть Это Ну как бы Лучший ученик Будем так Говорить Да Значит Или как бы Любимый ученик Вот Как раз Ближайший К учителю Как раз Да Ну как бы На первую парту Так проще говоря Чтобы было понятно Да На первую парту Его посадили Вот То есть он Как бы Да И об этом Говорит Тоже в послании Что да Действительно Он был На первой парте В школе Гамалиила Да Он был Значит Среди лучших Учеников Там на доске Почетов Все значит Как бы Да Все прекрасно Вот И Но когда Пережил Встречу С живым Богом То Он Кто ты Господи Кто ты Господи И знаете Теологически Очень много И в христианстве Современном Значит Действительно Знающих О Боге Очень много Дивы Даешься Тысячи Тысячи Томов Писано Переписано Вот И новые Новые Тома Издаются Новые Новые Книги Действительно Говорящие Говорящие О Боге О вере Но С помощью Теологии Да Интересно Изучают Бога Откуда Что Почему Как Вот даже Сегодня тоже В эфире Утреннем Затронули Затронули Тему Что Иисус Бог Не Бог Как Скажи И да Скажи И нет И то И другого Будет И правильно И неправильно Действительно Он Он Во всем Он Все Он Просто Мое Все Действительно Он Мое Все И С помощью Теологии Да С помощью Философии Значит Да Теории Религиозных Христианских Различных Да Различных Конфессий Там Протестантских Православных Католических Вот С помощью Библии Человек Пытающийся Изучить Бога Понять Бога Он Да Он много Поймет Конечно Много Поймет Безусловно Но Личная Встреча С ним Это Действительно Ну как говорят Бомба Это Бомба Пока Мы ехали С Кифой На служение Отсюда Эфир Немного Затянулся Сегодня утром Правда Но Но мы Успели На служение Почти не опоздали Там Ну буквально Несколько минут Вот Задержались Значит А так Братья Все уже Были в сборе Уже Да Все уже Приготовили Уже молодцы Слава Богу Вот И Действительно Пока ехали Тоже Немного Об этом же беседовали Собственно Об этом же беседовали И Я и у себя В церкви Не разу Уже говорил И вот И здесь В эфирах Тоже говорил Что вот Как Бога Живого Бога Понять Кифа Рассказывал Интересно Один ему написал Брат Вот Переживающий Сейчас Вот в эти дни Тоже очень сильно Присутствие Бога Переживший Встречу с Богом Живым Читающий Библию И он говорит Это так удивительно Читаю Библию Сейчас по-другому Говорит Я понимаю Что это Говорит Тот же самый Христос Написано Да Его слова Написаны Тот же самый Христос С которым Сейчас буквально 15 минут Назад беседовал Тот же самый Христос Только вот Его Как бы История Так интересно Вот Живой Бог Живые отношения И Ни одна Религиозная Теория Даже Библейская Теория Она Теология Она Не Не способна Раскрыть Бога Не способна Да Кто такой Бог Мы узнаем Это как вот Любовь Как Я пример тоже Таким приводил Не раз Как познать Любовь Как познать Вот допустим Если взять Группу ученых Да Вот они будут изучать Что такое Любовь Да Допустим Химик С помощью Химии Да Да И много узнает Действительно О любви Вот Действительно О химии Любви Физик Допустим Да О физике Любви Там Не знаю Там Биолог Биолог Любви Значит Каждый ученый По своему Будет узнавать Что такое Любовь Вот Ученые могут Познавать Действительно Узнавать Что такое Любовь Но когда Этот химик Физик Биолог Там Когда он Сам Влюбится То Вся Теория Она Как ничто Просто обращается Потому что Он действительно Поймет Что такое Любовь И вот Здесь Тоже Что такое Бог Кто Такой Бог Что Такой Истина Кто Такой Истина Вот И Большинство Христиан Да Знают Прекрасно Что Истина В Иисусе Большинство Христиан Ну мы Мы И христиане Собственно Что Знаем Что Иисус И есть Христос Сын Бога Живого Христиан Великое множество На земле Вообще Вот Там Полтора Там Почти Два Миллиарда Огромное Количество Народу Вот И Разные Конечно У нас Мнения По всем Параметрам По всем Этим Фронтам Да Разные Учения Но Но В одном Мы точно Наверняка Все Едины Независимо От того Какой мы Секты Конфессии Деноминации Течения Древнего Нового Неважно Мы все Действительно Верим В то Что Иисус И есть Христос Сын Бога Живого Порой Даже Произносим Как имя И фамилия Иисус Христос На самом деле Это величайшее Откровение На самом деле Это величайшее Откровение О том Что Иисус И есть Христос Сын Бога Живого И это Христовыми Христовым Являемся Верим Что Иисус И есть Христос Тот самый Христос О котором Машиах Машиах О котором Говорили все Пророки Начиная с Моисея До Малахии Все Все человечество Так или иначе Ожидало Которого Избавителя Действительно Спасителя Мира Христа Так или иначе Весь мир ожидал Просто в еврейском народе Было очень Более четкое Ожидание Это более четкое Потому что были Пророки Которые Предсказывали Действительно О будущем Машиах О рождении Христа О пришествии Многие Детали его Пришествия Предсказывали Но это не помогло Все равно Людям Да Значит Вот В распознании Машиаха Да И люди распяли Да Действительно Да Пришел к своим Своим Не приняли Но не все Правда Некоторые же Приняли Вот тот же Самый Автор Да Значит Но тем Которым приняли Дал власть Быть чадами Божьими Да Дал власть Быть чадами Божьими То есть Дал Действительно Вот это Эту власть Которой Можно правда Воспользоваться А можно и не Воспользоваться Но в общем-то Власть он дал На самом деле Вот Насчет Быть чадами Божьими Быть и называться Детьми Божьими Это действительно Это величайшая Привилегия Вот И не просто Даже по нашему Само Наименованию Да Значит Потому что Иисусу тоже Говорили Да Иудеи того времени Традиционно Говорили Что да Не верующие По сути Что мы Мы не были Рабами Никому Никогда Мы дети Авраама Вообще И все Ой-ой-ой И вот Столкновение Встреча Столкновение С бездной Любви Бездной Милосердия Бога Любви Бога Вот И у Павла Она была Очень радикальная Эта встреча Да конечно Там И все И чудесная Встреча Которая Ослепила Буквально Даже физически Его Вот Эта встреча Вот И потом Было исцеление Вот Потом были годы Размышления Рассуждения Молитв Значит да Вот Переосмысление Всего Да Марина пишет Шалом Братья и сестры Божьих вам Благословений Аллилуйя Да Благословений Божьих Добрый вечер Всем Православные Приняли Иисуса Христа Но и предание Добавили ложку Дегтя Да К сожалению Да Так или иначе Во всех конфессиях Есть эти ложки Дегтя У нас Не ложка Дегтя У нас Даже наоборот Даже Больше дегтя Чем меда Если в процентном отношении Честно говоря То Ну Или как бы Более мягче сказать 50 на 50 Короче Пол бочки Дегтя Пол бочки Меда Вот А если по совести Разбирать Шалом Берут и пишут Да Шалом А если по совести Разбирать То Вообще там Наверное Две трети Бочки Это точно Дегтя Того самого Наложили А лишь треть Это Медку Бросили Но все равно Все обоганили Конечно В других конфессиях Там да Есть там Миска Дегтя У кого-то Ложка Дегтя Ну в принципе Как бы да Так или иначе Закваска Это она везде Стала действовать Да Фарисейская Саддукейская Иродова Да Вот эта окаянная Закваска Да Лицемерие Да Стала действовать Во всем Теле Так или иначе Но Господь Видит нас Бесквасными Друзья Господь Видит нас Бесквасными Да И Очистите старую Закваску Да Говорит Вы бесквасны Да Христос нас Действительно Наша Пасха И Бог нас Видит бесквасными Спасибо тебе Господь Поэтому да Вот реформация Да Вот над чем Работаем собственно Да И над собой И в церкви Действительно Освобождение От всякого рода Заквасок Спасибо Господь Тебе за все Аллилуйя Спасибо 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 тебе За все И Павел Переживал Да Вот Хочу прочесть Некоторые слова Его Опять-таки Спустя Два тысячелетия Но То что он записал Тогда переживая Вот эту благодать Бога Будучи вдохновленным Духом Святым Да Когда Бог вдохновляет Одним словом Это навсегда Это Это На века Тем более Человек переживает Такую благодать Радикальную Благодать Бога Гиперблагодать Как он написал Гипер Да Мега Мега Благодать Да Вот он пишет Самое начало Эфесянам послания Первая глава Вот эти слова Которые Они как молитвенные слова Такие Не знаю Я их люблю Как молитвенные слова Повторять Просто Эфесянам Первая глава С третьего стиха Написано Ну он Вначале Поздоровался Поприветствовался Все И вот пишет Дальше С третьего стиха Благословен Благословен Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас Во Христе Всяким Духовным Благословением В небесах Аллилуйя Я перечитываю Каждый раз Диву даюсь Действительно Удивляюсь Удивляюсь Этой милости Бога Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа Представляете Он и наш Отец Он и наш Бог Иисус Он не только наш Спаситель Да Он наш брат Старший брат наш Он не только наш Господь Он еще и Друг наш Сердечный друг Да Это так Удивительно И Иисус говорил Богу моему И Богу вашему Да Восхожу Так и есть И Благословен Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа Который благословил Нас в небесах Всяким этим благословением То есть Это Имеется Не физические небеса Эти Да А Более реальные небеса Эти небеса Прекрасные Эти небеса Красивые Да Я люблю Часто смотреть на небо Тоже вообще Облака Вот сейчас Над Киевом Сейчас очень красивые Облака Такие Прекрасные Но Это Лишь Это реальность Тоже Это тоже прекрасная реальность Слава Богу Но Это не такая реальность Как божественная реальность Как и вся земля Все что мы видим Как и эти одежды кожаные То это тоже реальность Да Это тоже реальность Но это Не совсем та реальность Которая Божественная реальность Настоящая Это все равно, что где-то, ну где-то, как вот, понарошку По правдушному, да, на самом деле мы другие Мы вообще совсем другие Хотя, вроде такие же И небо такое И божественная реальность В этой реальности божественной мы благословлены всеми благословениями Вот, тоже размышляли, когда с кифой на эту тему, да Что, значит, это как вот счет, допустим, там какой-то банки, не знаю, там, который есть уже И хотя даже ты им можешь не пользоваться Даже многие люди на земле, честно говоря, вообще даже не знают об этом Вообще, если так серьезно поговорить То большинство людей на земле так или иначе Ну, добрая половина точно об этом даже не слышали Вот, другая половина, ну, как бы, где-то что-то слышали, где-то что-то знают Вот, только те, кто действительно возрождены, серьезно, на самом деле, реально, свыше рождены Вот, значит, Богом возрождены Духовно перерождены Вот, действительно, знают об этом Вот, читаем мы Слово Божье, да, Библию, пожалуйста, послание, вот, тоже послание к Ефесянам, допустим Рассуждаем, так точно, у меня все благословения уже есть Более реальные это реальности, они все есть И вера позволяет нам, действительно, да, Божья вера, это из божественной реальности В эту реальность приходят эти благословения Удивительная история И дальше пишет Павел здесь, четвертый стих, первая глава Ефесянам Так как Он избрал нас, то есть, Бог, Сам Творец избрал нас В нем В ком? Во Христе, там о Христе шла речь То есть, Бог во Христе избрал нас В нем Интересно, прежде создания мира Прежде чем художник приступил к этой картине Она уже вся в нем была Это как, знаете, вот бывает Вот как Эврика, все, о, вот это, да, это Муза посвятила меня, озарение, точно, художник говорит, точно, да И человек уже Еще, он даже Не то, что не подмалевок не сделал Он даже еще Карандаш в руки не взял еще Еще даже Не подошел К холсту Но внутри него уже это видение есть Он уже имеет это откровение уже об этой картине, да И Я понимаю каждый раз так же, как художник, понимаете Моего Великого автора, художника Величайшего Творца моего Он меня избрал во Христе Прежде чем приступил даже к этой картине еще Уже Каждого из нас Он имел в виду Каждого из нас Он уже избрал уже Я каждый раз, конечно, снова и снова, да, вот Когда об этом размышляю, думаю, да Для нас, живущих во временном этом измерении В этом измерении времени, да, значит Да, мы Понятие вечности мы не можем до конца понять Понятно Мы до конца вечность не можем понять Только лишь когда уже Ну, переступим порог, да Когда уже вечности уже сами будем Когда уже смертно будет поглощено жизнью Когда уже и здесь будет уже вечность, уже все Времени уже не будет уже Новая земля, новая небеса Потому что, как такового времени уже не будет уже, да Мы знаем об этом, что однажды оно время закончится Это тоже, так вот, как говорите Временное творение Бога, да Время оно не исчезнет совсем, как бы, безусловно Но мы не будем зависимы от времени Мы не будем жить во времени уже Все, это время будет как история Священная история, там история, вот, допустим Пожалуйста, все, как библиотека, допустим, да Будем, да, видеть это Как мы жили И удивляться, неужели мы, да, жили во времени Интересно, значит, да Были зависимы от времени Догоняли время, да, значит Сожалели о времени Убивали время, там, значит, там Дорожили временем Транжирили время вообще Вот, спешили во времени Или наоборот, говорили Остановись мгновение, все, да Остановись мгновение Вот И, да, время тоже прекрасное Как все творение Бога Всевышнего И прежде, чем Бог нас создал И это время самое создал Бог уже, приступая лишь к этому шедевру своему, да Творению, Он уже нас избрал уже в Нем Во Христе Иисусе Потому что все это для Христа, по сути Это для Машиаха, для Ишуа Для Слова Своего, да Он это все создал Словом и для Слова Удивительно Ой, да Спасибо, Отец, спасибо Спасибо за то, что Ты действительно создал весь этот мир И избрал еще Нас во Христе Прежде даже создания мира Прежде, чем Ты приступил Да, еще первых мазков еще не было Еще на холсте Еще даже Ты карандашик еще в руки не взял Еще даже не начал Ни подмалевка не было Ничего Но уже все в Тебе Это уже было уже Вся картина Была в Тебе уже Да Да Спасибо И Он избрал нас Для чего? Чтобы мы были Святы и непорочны Пред Ним в любви Представьте Действительно Это, конечно Для верующих Пишется Но по большому счету Если так положа руку на сердце То для всех миллиардов Сколько нас там на земле 7-8 миллиардов Сколько сейчас народу-то Прибавило Заметно прибавилось Вот Слава Богу Медицина как-то развивается Значит, да Значит, наука развивается И люди, значит Стали меньше болеть Хотя болезни тоже хватает Безусловно Безусловно хватает Но все-таки Вот, значит Жизнь продолжается Больше теперь во многих странах Уже Вот, значит, да И Население увеличивается Все-таки больше растет Хотя много умирает людей По-прежнему, да Значит, но Все-таки Больше рождается Чем умирает Все-таки, да И население прирастает Слава Богу То есть Бог благоставляет Эту землю Население растет Слава Богу Здорово То есть это Ну, благоставение И вот Но каждый из вот Там, сколько там 7-8 миллиардов человек На этой земле Каждый Для чего? Чтобы мы были святы И непорочно Пред Ним в любви Представьте Вот 8 миллиардов светильников этих 8 миллиардов Или сколько там На земле Я правда Сейчас даже Давно уже не следил За информацией Обновляющейся Сколько же населения Сейчас на земле Вот Но По крайней мере Вот Сколько бы ни было Сейчас народу Да Вот все И сколько Не жило бы прежде На этой земле Тоже Сколько народу жило Представляете Сколько сошло В могилу народа И каждый Даже Самый ужасный Из ужаснейших Тиранов Живших на этой земле Все равно Он изначально-то Бог Создавал Да И избрал Для чего? Чтобы были Светильниками В этом мире Да Чтобы мы были Святы И непорочны Пред ним В любви Конечно Будучи верующими Да Значит Вот те же самые Ефесяне Наверняка Они да Слушая там Читая послания Ну кто-то читал Остальные слушали Допустим Да На ус мотали Что да Здорово То есть верующий человек Тот Который уже это знает Уже понимает Это уже Да Уже больше Или меньше С этим живет Уже Да И это реализует В своей жизни Уже Вот Человек неверующий Просто Или те кто Вообще даже Не слышали об этом Они просто Не знают еще И большинство людей Об этом не знают Честно говоря Еще Что на самом деле Что мы все Были созданы Избраны Во Христе Иисусе Для вот Действительно Чтобы быть Святыми И непорочными Пред ним В любви Предопределив Написано Да Усыновить нас Себе Через Иисуса Христа По благоволению Воли Своей И действительно Бог хочет Действительно Чтобы все люди Спаслись И спасение Вот сравнивается Очень часто Да Вот с таким Богоусыновлением Удивительно Дети Бога Дети Бога Удивительно Спасибо Господь Тебе за все Спасибо Спасибо Через Иисуса Христа Усыновление Это происходит В нашей жизни Через Иисуса Христа Да По благоволению Воли Своей В похвалу Славы Благодати Своей Которую Он Облагодатствовал Нас В возлюбленном Шестой стих И действительно Вот В традиционном Православии Допустим Да Католицизме Особенно Да У католиков Наверное Еще в чем-то Больше Даже у них Эта проблема Ну хотя Это Хрены резки Неслаще Что у нас У православных Что у католиков Вот это Почитание Богородицы Почитание Марии Все прочее Да И Ну как бы Такое Недоразумение Очень серьезное Вот Дегтю Очень много Через это К сожалению В бочках наших Вот конфессий Деноминации Блин так говорить Через культ Богородицы Я об этом рассказываю В семинарах своих По истории Крестианства Подробно Но Я к чему Сейчас вспомнил Об этом Об этом культе Что Марию Обычно Да Матерь нашего Господа Иисуса Христа Вот называя В традиционном православии Называют ее Как только не называют И традиционном католицизме Называют и Богородицей И Царицей Небесной И прочее 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 Я тоже так называл Раньше Тоже так вот Веровал До 96 года По крайней мере Да Это точно было В моей жизни До 96 года И вот только Да Весной 96 Отказался я От этой веры Разуверился В этой вере Читаю Слово Божье Читаю Библию Божье Слово Да Значит И Бог Мне развернул Тогда снова Назад Назад К Писанию И истинно Делать свободными На самом деле Божье Слово Делать людей Свободными Я это вот На своей шкуре Испытал На своей жизни Это опробовал На самом деле Тоже Я пробую Да Об этом много Свидетельствовал Я и раньше И сейчас За все эти годы Много раз Свидетельствовал Тысячи Тысячи раз Действительно Что Бог Освободил меня От этого И Одна из таких Ну как говорят Фишек что ли Да Вот В традиционном Православии В католицизме Вот значит В этих ветвях Таких мощнейших Древнейших Ветвях христианства Казалось бы Ну основная масса Христиан Это вот Католики Православные Если вместе Вкупе То это Ну Две трети Христиан на земле Точно наверное Ну или около того То есть это как бы Ну огромное количество Народа Да Вот хотя Православные церкви Более чем скромны По сравнению С Огромной махиной Католицизма Католическая церковь Там более миллиарда человек Значит И это Ну просто Огромнейшие махины Вообще Самая такая Мега Гипер Структура Вообще В христианстве Ну так вот И у католиков И в православии Значит Такая проблема Вот Мария Благодатная Да Радуйся Благодатная Господь с тобою И понимание такое Что раз она благодатная Значит она в благодати полная Ага Значит она Благодатная В смысле даже Она сама как бы В благодати И все Но самое интересное То же самое слово Если брать греческий Там оригинальный текст Нового Завета Да То то же самое слово Что и к Марии Там написано Да Благодатная Да То же самое слово Употреблено ко всем нам Ко всем То есть И я благодатный Такой же Как Мария Матерь Иисуса Христа Да И ты Такой же благодатный Как Мария Матерь Иисуса Христа И ты Такая же благодатная Я как и Матерь Иисуса Христа То есть, оказывается, на самом деле, Бог избрал нас, да, и облагодатствовал нас возлюбленным, то есть всех нас, и даже сама Ямария, да, казалось бы, родив Иисуса, да, значит, Матерь нашего Господа, вот, счастливейшая среди всех женщин, но она также была облагодатствована через своего, казалось бы, и Сына, да, и Сына Человеческого, да, на самом деле, но и Сына Божьего, вот так вот. И, конечно, это великая тайна, да, вот, нашего спасения, что мы из вечности и вечность на этой земле пребываем, из вечности и в вечность уходим, вот, и облагодатствованы возлюбленным, представьте себе, да, Бог Сам, возлюбленном Сыне Своем, единородном Сыне Своем, да, Он нас облагодатствовал. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, дорогой, спасибо за все, спасибо, возлюбленный, спасибо, 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 аллилуйя. Ты искупил мир от греха, Ты дал всем нам любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Аллилуйя. Андрей пишет, да, Ирина от коронавируса, Господь, помилуй Ирину, исцели ее во имя Иисуса Христа, прикоснись к ней, Господь, своей целительной рукою, аминь. И за всех недужных, за всех, кто сейчас в немощи каких-то болезнях, молюсь, благоставляю всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. Потому что, действительно, имя Иисуса, кровь Иисуса Христа, величайшая святыня, и Христос взял на себя не только грехи наши, да, не только грехи, не только прощения. Сегодня о прощении я говорил больше в церкви, на служении. Вот, записи потом выставлю чуть попозже, в эти дни как раз. Вот, и, но взял на себя наши немощи и болезни, и ранами его исцелены. Вот этот момент, если по поводу грехов, хотя тоже, конечно, да, еще в христианстве много всяких недоразумений в этом отношении, какие грехи забрал, сколько, какой пропорции, я убежден, что все грехи забрал, вообще, все полностью забрал. Но вот с исцелением, у многих вообще понимание в христианстве, да, что, значит, нет, вроде этого не было, вроде как бы этого не было вообще. Вроде Иисус даже и не забирал грехи, значит, ну, грехи, ладно, еще, а вот болезни, немощи не взял на себя. Даже, вот, ну, католиков попроще в чем-то, хотя тоже у них там заморочий такие есть. У нас в православии, допустим, в традиционном, тоже, значит, там, вот Господь терпел и нам велел, значит, вот, значит, там, Бог дал болезни тебе, значит, там, значит, вот терпи теперь терпилово, говорят сейчас терпилово. Вот, значит, и, ну, христианство такое терпило превращается, да, терпение, значит, есть хорошее Божье терпение, а есть терпение дьявола. Вот, есть смирение перед Богом, есть смирение перед дьяволом, это разные вещи. Вот, смирение перед болезнью, когда человек, он лапки, как говорится, скрещивает, когда он в весла бросает, вот, и уже, значит, ему наплевать на все, значит, да, вот. Вот, это самое ужасное вообще, вот, это, это, кстати, знак невозрожденной души еще, невозрожденного свыше человека, потому что, вот, характеристика все-таки одна из важнейших тоже. Их несколько таких важнейших характеристик, вот, именно возрожденного человека свыше, да, от Бога, именно, который уже реально возродился, не в процессе возрождения еще, да, таковых очень много тоже, очень много. Но, именно, возродился, он никогда не сдается. Возрожденный человек, он никогда не сдается, действительно, потому что само возрождение, когда происходит, да, момент, раз, все, уже, последний момент, все, уже состоялось возрождение, то вот это естественное возникает, само собой, по умолчанию уже, да, в новом существе человека, подражать Богу, как чадо возлюбленные. То есть, ты понимаешь, что ты любимый Божий сын или любимая Божья дочь, и подражание Богу, оно, а Бог наш, он не сдается вообще никогда. Он не значит такое поражение. Побеждающий наследует все, вообще. И это, ну, побеждающий, да, действительно, возрожденный, это побеждающий. Никогда не проникрующий вообще, ни одного боя. Вот, и удивительно, и откровение, да, вот, я помню, в Солношнеборске, Московской области, вот, откуда моя супруга, кстати, вот, я там в храме у них, мы же познакомились у них в храме, она была не просто прихожанкой храма, а даже и там и служила в храме в этом, иногда читала, пела на клиросе тоже она, моя супруга. Мы с ней познакомились тогда, еще в 80-е годы были еще, когда впервые-то познакомились-то. Вот, значит, у них в храме, да, и с ней, и с ее мамой я познакомился как раз. Я думал, это две сестрички, честно говоря, потому что теща у меня такая моложавая, и я, значит, ну, они все время вместе, за ручку, все время там в храме, и мне понравилось, что они все время к началу служения не опаздывали, приходили к началу, допустим, в Солношнебденье. Я, сколько не был там у них на служении, мне это все время, ну, очень нравилось. Потому что мало кто, даже вот, если брать в храме, значит, да, значит, литургии там или в Солношнебденье, мало кто вот именно к началу прям служения приходит, да, значит, и прям до конца, да, пусто, вот, и потом он, значит, так не спеша уходит. То есть таких очень сильно уважал я всегда людей, вот, и, знаете, вот, и я сразу, у них в храме там мало было прихожан тогда вообще, вот, ну, пару десятилетий, десятков, наверное, человек, ну, значит, всего там, хотя храм большой у них там в Солношногорске, Никольская церковь, красивый очень храм такой. На въезде, если с Москвы въезжать в Солношногорск, он как раз вот получается, ну, по левую сторону, на въезде с Москвы, вот, и он, как вот, знаете, как будто бы похож на такой торт какой-то кремовый, такой торт кремовый, такой весь с куполами такими всякими, такими ажурами, такими всякими, разукрашенной. И внутри он очень красивый, большой, просторный храм, мало прихожан было, и мне очень нравилось, что, да, вот они вместе за ручку, и вот они все время на служении, вот. Я думал, они две сестрички, оказывается, это мама и дочка, вот, и там мы познакомились, но я там у них тоже иногда читал, пел на клиросе. Но, знаете, хороший нам был священник, отец Иоанн, тоже у них, у нас в Орле был отец Иоанн Квитович, да, значит, а у них был отец Иоанн Паташинский, покойный уже Паташинский, покойный уже отец Иоанн. Сам по себе хороший священник, но когда вот эти доктрины его, вот эти традиционные православия, когда он, будем так говорить, популяризировал, это было ужасно, это было ужасно. Я, как вспоминаю, даже тогда, будучи традиционным священником, все равно я, как бы, ну, не священником тогда еще, чтецом, чтецом, и по диагонам, чтецом, все равно до конца не воспринимал я, слава Богу, да, хватило тогда, значит, все-таки, да, не воспринимать до конца его эти вот проповеди, эти вот учения, вот, которые были не его, собственно, а мнения, да, как бы, да, многих отцов церкви, что болезнь это от Бога, якобы, вот, значит, что, значит, что вот Господь терпел и нам велел, и вот, значит, что, значит, болезни все, вот, что Христос на самом деле не взял наши болезни вообще, а дал нам страдать этими болезнями, чтобы мы, как бы, свои грехи искупляли страданиями от этих болезней. Ой, тогда еще, а потом, в начале 90-х он стал вести радиоэфир там, значит, у них по Саношногорскому этому радио, вот, и ко мне там приходили потом, я уже в 91-м году уже священником приехал туда, в конце 91-х года, да, вот, уже в сентябре или в октябре было уже у них, по осени уже был в Саношногорске, в этом храме был, тоже подходили ко мне эти женщины, которые меня знали как чтеца, да, они видели, что я в рясе с крестом на груди, там, поздравляли тоже меня, что я уже священник, батюшка, вот, где вы, говорит, служите, батюшка, я говорю, ну, вот, в Рязани, в Рязанской, ну, в Рязани в самой служил тогда, в Рязани, в Борисоглебском соборе, конец 91-го года, вот, значит, там служил священником, и подходили под благословение, а потом, когда общались уже, многие из них, ну, стали жаловаться мне на вот их священника, говорит, наш отец Анна, он хороший священник, конечно, но вот, стал пугать нас даже, вот, он стал прямо вот даже по радио, представьте, в эфире, молиться за то, чтобы люди стали болеть еще больше, чтобы, как бы, искупляли своими страданиями, болезнями, грехи свои, и он считал, что особенным благословением для Московской области и Саношногорского их района является раковой опухоли, и он молился прямо в прямом эфире, чтобы люди заболели, значит, радиослушатели, чтобы заболели разного рода раковыми заболеваниями этими, онкологией. Короче, после этого многие даже прихожане его перестали это радиослушать вообще эфир, ну, радиопрограмму эту. Это как вот у протестантов, там, допустим, Кеннет Коуплин, там, кто-то еще там, значит, известный, там, они там молятся за исцеление в конце, значит, да, программы, а это как бы, как Кеннет Коуплин, только наоборот, ну, это другая, вообще, с другой стороны только, молился за заболевание. Кстати, потом, через несколько лет, сам отец Иоанн заболел, как раз онкологией заболел, и самое удивительное, представьте себе, я-то знал семью его, как близко знал, вот, я лично знал, что он, ну, лицемерил, то есть, когда он сам заболел, он не отказался от лечения, как он призывал людей, значит, больных онкологией, отказываться от лечения, значит, и страдать болезнями этими, представьте себе, это ужасно. Когда он сам заболел, он обратился к дорогим врачам, ему по блату тогда, значит, в 90-е годы ничего не достать, там, только по великому блату, за большие деньги огромные доставали ему всякие лекарства импортные, значит, чтобы не отечественные, там, ерунду всякую, да, значит, российское производство, значит, которое ничего не помогает абсолютно, а вот именно импортное, дорогое, прям, именно чтобы вот прям поставка была прямо вот из-за рубежа, с Америки, прям, вот, за большие деньги, значит, там, значит, да, значит, доставали ему лекарства и лечили его. Я когда узнавал потом об этом, значит, уже от его семьи, вот, жена, его сын, ставший потом священником, думаю, ну, это вот, ну, это лицемерие. Получается, он молился несколько лет за эти болезни, чтобы люди болели этим болезнью, но когда сам заболел, самое интересное, он не захотел страдать, вот, как он призывал других больных. Получается лицемерие, вот, буквально, как в Писании, вот, значит, и, то есть, он неудобно носимые бремена на людей возлагал, а сам не хотел даже пальцем пошевелить в этом отношении, не хотел пострадать. Вот, и когда предложили помолиться за него, за исцеление, я, вот, честно говоря, я, ну, говорю, в целом, помолюсь, конечно, за батюшку, помолюсь, я его в помянник записал тогда, значит, за здравие, значит, но, вот, честно говоря, вот, ну, сердца не было так вот молиться за его исцеление, честно говоря, вот, ну, потому что я видел эту лицемерие, это вот, религиозное ханжество, это, сам уже был священником тогда уже не первый год уже, когда это произошло все, вот, и потом он заболел и умер, значит, и ушел в вечность. Я верю, что, надеюсь на то, что действительно он все-таки, ну, перед даже смертью покаялся в этих вещах Я думаю, что у него было время подумать о неправильном своем поведении Но я даже не отца Яна сейчас уже покойного осуждаю, нет Сама доктрина, вот это вот ужасно, что якобы Христос не взял на себя наши болезни и немощи Вот, и опять-таки, какие болезни? Только лишь онкологию или только лишь, допустим, какие-то еще болезни? Про мать Терезу читал недавно статью, примерно про то же самое, да, Владислав пишет Да, у католиков, в принципе, такая же ерунда, но у них, хотя бы у них, у католиков, знаете, что хорошее есть? У них есть харизматическое католическое движение, которое молится за исцеление и которые верят, что действительно Вот я общался с католиками, харизматиками просто, с францисканцами, в частности, францисканцы, да, здесь даже в Киеве И они верят, что Христос взял на себя наши болезни, говорят, да, вот мы верим, да, и мне очень понравилось это, слава Богу То есть они молятся за исцеление и верят, что болезнь это действительно не благословение, а проклятие То есть у них нормально все с мозгами, как бы, да Но, к сожалению, там же и стигматы, которые вот, и многие другие вещи, которые считают, что болезнь это как бы хорошо от Бога, положительное что-то Это извращение, религия всегда извращение, неважно какая, православная, протестантская, католическая, это всегда извращение Истинное извращение, потому что истина в Иисусе, истина не в православии, не в протестантизме, не в католицизме, не в прочих всяких измах Истина в Иисусе И я верю Опять-таки тоже И верю, и не верю Порой говорю, Господи, помоги моему неверию Потому что я верю, да Но есть вещи, которые я Ну не знаю, как в это поверить И это дар веры Господь, помоги Этим даром одари веры Когда вижу человека без ног, допустим Я верю, что Бог его исцелил И что есть, да Возможность, для нас это сверхъестественное Но в Божьем мире это естественное Чтобы у него снова отросли ноги Но, честно говоря Я такого еще не видел сам Я такого еще не видел Слышал где-то там что-то там, что отросло что-то там Ну может не прям нога прям Но что-то отросло там Нет, ну я Насчет внутренних органов там Как бы, да, значит тоже были чудеса Когда вот этот Известный-то евангелист С чудесами, знамениями Которые немец там Немец в Африке все проповедовал Бонке О, Рейнхард Бонке Там же У него там Куча этих всяких чудес Задокументированных вообще Медицинскими этими работниками Службами медицинскими Одно из самых удивительных чудес В Европе было, как ни странно Не в Африке А, ну, документально было подтверждено Там одной женщине, немке, да Значит Ну вырезали матку В свое время, да Вот, значит И женские органы Были удалены То есть их не было И операцию делал профессор Там, то есть как бы В клинике все как бы Документально все подтверждено Что да, была такая операция Что Удалили ей все По-женски Она никогда уже Она не могла быть уже матерью Эта женщина Но она уверовала, да Во Христа Все Ну, она была христианкой Но как бы так номинально Она вот уверовала Стала такой Евангелиша Гемайнде Посещать общину Такой Евангелической церкви Живой такой Фра Евангелиша Гемайнде Вот, значит И И она уверовала Что, значит Вот Христос взял на себя Наши болезни И что Все болезни Так или иначе Да, они на кресте были И она Очень хотела стать матерью Забеременеть Сама И родить Но так как у нее Все было удалено В свое время Это было невозможным И эта женщина Она вот подошла к Бонке Там за нее молились Есть там даже видео Все Документально сохранилось Молились все Потом через год Значит Или какое-то время прошло Короче Она, значит У Рейнхарда Просила благословения Для ребенка С ребенком С этим, значит Да Вот Уже, значит То есть У нее сверхъестественно Появилась матка И появились все женские органы То есть Все, что, значит Для беременности И родов Необходимо вообще В ней все это появилось Сверхъестественно И она там документально Все подтверждала А профессора, что да И те подписали Медицинские светила Потому что Они руками разводили Это невероятно Но это факт Потому что мы удалили То, что мы удалили Все почистили Все удалили Ничего не осталось Абсолютно Что могло бы быть Вот, значит Ну, для беременности Там А потом И она Больше того Не просто появилась В ней Все это Она забеременела В скорости И вообще, значит И родила ребенка Значит, да И ребенка Твой рент Брал, значит На руки Есть видео Тоже Благоставлял И документально Вот это все Женщина показывала Документы эти Где и удаление И где Новая матка Так написано было Новая матка Все, значит Признали ученые Эти медики И удивительно, да Но я В своей жизни еще Ну, хотя Некоторые вещи Испытывал уже В принципе Появлялись новые вещи В органах внутренних По молитве, да Значит Но Все равно Когда вот Чтобы это Нога выросла Допустим Или рука Там, значит Я сам порой Как тот еврей Говорю Господи Верю Но помоги Моему не верю Помоги Потому что я Действительно Я хочу верить Евангельской верой Этой Библейской верой Мне так не хватает Этой библейской веры В то, что действительно Христос взял на себя Все наши немощи и болезни И Все уродство этого мира Он взял на себя Вообще Все извращение этого мира Извращение правды Божьей Истины Божьей Он взял на себя Все грехи наши Болезни Немощи И ранами его Мы исцелены Как это Я понимаю Я понимаю Безусловно Что да Это В полной мере Это реализуется При втором пришествии Машиаха Возвращение Христа Мы ждем Ожидаем Гряди Господи Возвращайся Но хочется Уже сейчас Уже кое-что Видеть Уже Не просто даже Кое-что А многое Хочется видеть Уже сейчас Как вестники Царства Грядущего царства Царства Которое уже сейчас Уже есть Уже и которое Грядет Спасибо тебе Господь Спасибо за все Благослови нас Господь Благослови Как и с грехами То же самое И верю И не верю Порой Да Бог простил Все грехи Но А порой Раз тут же Совесть Осуждает Совесть Успокаивает Все Бог Потому что Больше чем совесть Бог простил Значит да Замолчи Все Прощен Прощен Кровью Христа Стоп Удивительно То что было То что есть То что будет Даже то что человек Сам себе не может простить Бог уже простил А Бог больше чем мы Чем наша совесть Больше И он простил Он зная все Зная больше нашего Наша совесть Не все знает Если бы она все знала Она там не знаю Там загнулась бы наверное Сразу бы загнулась бы Вообще От такого знания Даже то что Даже те грехи Те ошибки нашей жизни Промахи нашей жизни Которые мы знаем И то Если дать воле совести Она просто загрызет Просто тебя Даже то что знает А если ей Совести рассказать все Что она еще не знает Еще Там Наверное Минута 2-3 И все И человек И не станет Абсолютно Все Просто Разрыв сердца И значит И все И Привет родителям Да Знаете Интересно Да Но Бог Больше чем совесть Наша И зная все Абсолютно Он Действительно Простил нас И вот это Да И кстати Причастие когда совершают Мне это очень сильно Помогает вообще в жизни Я рассуждаю Да Каждый раз Что Бог простил меня Живя Во временном этом измерении Мне это чудно Конечно Это странно Это непонятно До конца Я сколько не хотел понять И не могу понять Я понимаю Что это лишь вечности пойму В тысячелетнем царстве Это мы поймем И то не все А потом Когда уже времени Не будет совсем уже Вечность уже наступит Вот тогда Действительно Да Только лишь тогда Все это И осознаем Всю картину Увидим полностью Пока мы не можем Увидеть Всей картины Видим лишь фрагменты Какие-то Лишь фрагменты Этого огромного полотна Бытия нашего Но даже то Что мы видим Это впечатляет Честно говоря А что же будет Когда мы увидим Всю картину Увидим Как он есть Вообще Потрясающе Спасибо тебе Господь За все Благодарю тебя Благодарю И ранами твоими Мы исцелены Все грехи прощены Все болезни Исцелены Все проблемы решены Уже Как Во Христе Иисусе У вас в жизни Было столько чудес Воскрешения И исцелений Ваши другие жены Как же не верить Ха Если бы Ха Ой-ой-ой Да Были воскрешения И не одно уже Воскрешение было Да Были исцеления Много исцелений Я так понимаю Пока живешь Во временном этом пространстве Во временном этом измерении Неизбежны все эти сомнения Они просто неизбежны Каждый раз Верю ли я Проверяю себя Тестируешь Каждый раз Господи Ну вот На правильном ли пути И чем дальше Тем больше всяких сомнений Чем больше чудес Совершается Тем больше всяких сомнений Возникает Вообще Не знаю И Потому что Да Тот исцелился А другой не исцелился Почему Вот мне это Ну Не дает покоя За кого-то Я обычно свидетельствую Конечно Да О том что Бог воскрешал И не раз уже Воскрешение Это происходили Из мертвых Но Есть и другая Сторона медали Которая Может быть Она не такая Уже как бы Ну Не для Всей публики Казалось бы Да Но Я то знаю И это не дает мне покоя Я молился За воскрешение И не воскрешались Мертвые тоже И вот эти моменты Да Они очень сильно Да Ну просто Понимая что Да Здесь в Киеве Один из наших священников Умер когда Молодой еще Очень хороший помощник был Вообще На нем все было Фактически здесь В Киеве Без него Как без рук просто Вообще Действительно Потому что Очень помогал во всем Николай пишет Слава Иисусу Христу Навеки слава Богу святому Слава Аминь И когда его Не стал Когда он умер Молились За воскрешение И Кифа Кстати тоже Он надобен Господу Николай пишет Приветствуй Да Приветствуй Да Слава Богу Молились И так И не воскрес Похоронили Вот Моя мама Молился Тоже умерла Когда Брат мой Родной брат Младший брат мой Я верил За его Не только воскрешение Мне всегда Виделось Что он Будет служителем Божьим Хорошим служителем Очень добрый Был человек Вообще Я Ну сама доброта Просто вообще Я Удивлялся каждый раз Бог ему В его природе Поместил столько Доброты Я думаю Вот если бы Он бы Нес бы Евангелие Людям Погибал человек Погибал от пьянки Погибал Вот Не зная Бога Хотя шаги делал Бога конечно Да Пришел Тоже в храме Покрестился Православном храме Покрестился Все таки Ну какой то Какой то шаг сделал Навстречу Мы молились С ним как то Да Тоже повторял молитвы Покаяния Но Это все не то Это все не то Вот именно Я видел его Служителем Не воскрес Потому что Не захотел вернуться В землю Беру это пишет А возможно и так Возможно кстати Возможно и так Я не знаю Потому что Наверное Надо просто успокоиться Пред Господом Да Потому что Возможно на самом деле Что Человек ушел уже В самый нужный момент Возможно Как раз Вот и Примирение И Ну Короче Пока всей картины Не видишь Лишь видишь Фрагменты Хорошие Плохие Всякие Фрагменты То Порой Неразбериха И я так понимаю Пока В теле Пока здесь Вот Да в этой реальности То Так оно Так оно и будет Но хочется Видеть Действительно Такие чудеса Хочется Видеть Действительно Да Чтобы и тень Просто Исцеляла И И Вообще Всякая болезнь Немощ Уходила Был В Харьковской области У меня Тогда еще В Киеве жили Тоже Момент Такой был Переживание Да Потрясающий Был Когда все Были исцелены Сто процентов В больнице Где В отделении Хирургии Молился Не осталось Ни одного Неисцеленного Человека Тем вечером Ну Это было Не сразу Понятно Это уже Выяснилось Потом уже В понедельник После выходных При обходе Врачей При Снимках Все гипсы Сняли Со всех Людей Потому что Все были Исцелены Вообще Сверхестественно Вот Пока Единственный Случай был В моей практике Когда Сто процентов Было исцеление То есть Не осталось Ни одного Там даже Один был Мусульманин Татарин Вот И он тоже Был исцелен Я еще Переспросил Значит там Звонили с Изюма Когда мне Значит там С Харьковской области Говорю А там Татарин был Мусульманин И он исцелен Все исцелены Говорят вообще Там осталось Несколько человек В хирургии В этом отделении Большой больнице Осталось Несколько человек Всего Которых не было На молитве В пятницу Вечером Они просто Были Ну Де факто Их не было Там То есть Они были у себя Дома Ушли домой Они были В больнице Но Как бы Не в таком Они были Состояние Плачевном Могли передвигаться И На выходные Ушли домой Просто А в понедельник Вот Вернулись снова В больницу И вот они остались У них переломы Остались Переломами Значит да Им лечение продолжилось А вот Все были стильные Притом Там были же люди И которые были Ну Ходячие Просто там Ну гипс допустим Там Как типа бриллиантовая рука Какая-то Вот А были и лежачие Которые в тяжелом Были состоянии Там Полностью В этих гипсах Всяких Там На всякой Специальной кровать Такая То есть Ну и такие были Тяжелые формы люди И пришлось Все эти гипсы Поснимать им Все Потому что все гости Срослись у них Все были Живы здоровы Радостны Все нормально И когда там Дежурного врача Потом опрашивали Значит там Медсестру Спрашивали Значит Что случилось За выходные эти Потому что в пятницу Еще все были больные В понедельник Все уже здоровые Что случилось За выходные А ничего Просто В пятницу вечером Батюшка Заряжал Как будто Молился Ну и врачи Там скажут Что только лишь Этим можно Как-то объяснить Вообще Произошедшее Больше ничем Иным и ничем Просто не объяснишь Вообще Абсолютно Вот так вот Я сам когда слушал Это свидетельство Потом От этих пастырей Сизюма Я думаю Вот это да Думаю Вот это да Слава Богу И здесь поверишь Уже Мне рассказывали Перед тем Что вот Был в Китае Нечто подобное Там одна девчонка Там уверовала Вот значит И Что И сказали Что да Что ранами Христа Исцеленными Она побежала К больнице Сразу И она Она хотела Вначале бежать По палатам Там Но Или не пустили Или Как бы Времени не было Не знаю Короче Она просто На больницу Возложила руки И молилась И всю больницу Выписали Я когда слушал Такое свидетельство Я думаю Ну Это фантастика Какая-то вообще Не знаю Я верю конечно Но Не до такой же степени Я не знаю То есть Как бы Для меня это было А здесь уже Когда мне уже Вот Вот Под моими руками Вот это все Пощупать Они исцелены Все эти Добрые сотни людей И все выписаны Из больницы Это вот Джона Лейка Были такие чудеса Исцеления больницы Да Генделики Закрывались И у вас Такие чудо Вы знаете И когда такое чудо Произошло Вот там В Харьковской области То я уже думаю И здесь и поверишь И что и в Африке И что и в этом В Китае Такое Вообще Прямо на больнице Я думаю Что будет время Да Мы просто будем ходить Просто И даже не заходи в больницу Просто возлагать руки Иначе надо в больницу И все больные Будут просто исцелены Сразу Там тысячи Сотни Больных А вообще Когда Если серьезно Еще больше серьезно То значит Вообще Когда пробуждение Духовное Присутствие Бога На города Будут опускаться Такие сильные Такое сильное Присутствие Бога Что просто В городах Просто все Просто никакой болезни Не остается Просто люди Будут просто исцеляемы Просто автоматически Будут исцеляемы Просто Сверхъестественны Я это видел во сне Здесь в Киеве В 97 году И Теперь я понимаю Что это не просто сон Я тогда понимал Конечно тоже Пробудившись Я понимал Что это было От Бога Пророческим таким сном Но Сейчас я это понимаю Еще больше Чем тогда В 97 Господь Спасибо тебе Спасибо Благодарю тебя За этот вечер Благодарю тебя Действительно Что ты взял на себя Наши немощи Болезни И ранами твоими Мы исцелены Елена пишет Аминь 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 Да Да И Друзья Действительно Все наши Грехи Все наши Болезни Немощи Даже немощи Немощи Я так рассуждаю Это не болезнь Но как бы Знаете Вот как бы Вроде Пациент И не мертв И не жив И не болен Как бы и нездоров Не помешь Вроде как бы Болезни нету Но немощь В целом немощь И дух Немощи Он мучает людей Особенно в городах Да Я это очень сильно вижу Сейчас замечаю Вот дух немощи Человек Даже немного Что сделал Значит Да И уже устает Ну понятно Там говорят Там климаты Меняются Значит Да Значит Там как бы Экология Значит Питание Там много Составляющих Этого всего Это зараза Этой ерунды Господь Подростки Не говорю Даже Про средний возраст Господь Спасибо тебе За все Спасибо Спасибо Ты действительно И немощи И болезни Взял на себя Дух немощи Пошел вон Во имя Иисуса Христа Дух Всякой Этой болезни Заразы Всякой Онкологии Всякой Коронавирус Всяких Других Всяких Вирусов Пошел вон Во имя Иисуса Христа Потому что Кровь Христа Иисуса Мы провозглашаем Как величайшую Победу Нашего Спасителя Господа Потому что Кровь Иисуса Христа Против тебя Дьявол Потому что Кровь Иисуса Христа Против Всех Болезней И немощей Кровь Иисуса Христа Против Всех Грехов И проклятий Беззаконий Кровь Иисуса Христа Свидетельство божественной любви, Бога и человека, спасибо тебе Господь за все, благодарю тебя, Отец, Аба, Отче, благодарю тебя, что во Христе, прежде даже создания, основания этого мира, ты уже избрал нас, да, Господь, и мы это чувствуем, каждый человек на этой земле, каждый человек, он это чувствует глубоко внутри, это действительно это избрание, это призвание, быть действительно, да, в тебе, в возлюбленном, и что мы возлюбленные, потому что мы созданы любовью и для любви, Господь, действительно, да, и пусть это реализуется на земле, и в реку, спятан на моей ноге, тоже забрал на себя наш Господь, и сахар высокий, все на кресте Голгофы, аминь, аминь, да, 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 так и есть, аминь, на кресте Голгофы, потому что Христос взял на себя наши немощи, да, и взял все эти варикозы, все эти там заразы, все эти там, и пятны, все-все-все-все, во имя Иисуса Христа, Господь, спасибо тебе, святое, спасибо, благодарю тебя, благодарю тебя за победу твою, ты действительно, да, хотя нам, людям, да, порой это все трудно понять, осознать, увидеть картину все это, но то, что мы даже начинаем видеть, читая слово твое, размышляя над словом твоим, мы просто восхищаемся, я лично просто восхищаюсь тобой, спасибо, Господь, спасибо, да, верю, что в тысячелетнем царстве это все и зальется на землю, но уже сейчас хочется это видеть, и много этого хочется видеть, действительно, во славу твою, это же не для нашей славы, для твоей славы, действительно, да, пусть совершается это видукое чудо, спасибо, Господь, спасибо, благословенный царь наш, благословенный Господь, и причастие, сейчас совершаю причастие снова, Евхаристию, хлебоприлавление, у меня приготовлен здесь хлебушек, виноградный сок, плод виноградной вазы, бре при агафен, да, да, есть, и, но, самое причастие это кровь Иисуса и тело Иисуса Христа, самое причастие, это причастие божеского естества, и оно совершается не просто нашими ртами, желудками нашими, а совершается нашим естеством самим, истинной нашей реальностью, и оно совершается здесь и здесь, в сердцах наших, да, в умах наших, совершается в нашем естестве, в нашем внутреннем человеке, истинном нашем человеке господь спасибо тебе спасибо тебе за все благодарю тебя анимацию джозефа принца хорошо показывает этот мультфильм о кресте надо посмотреть будет не видел еще у джозефа принца да но в общем очень люблю его у него очень классные вещи да на самом деле очень классно да вот слава богу что по всему миру друзья в разных церквях в разных конфессиях динаминация да люди пробуждаются к этому я очень богу благодарен спасибо господь за джозефа принца спасибо господь за всех братьев сестер за всех кто за коплендов и глорию кеннетов боже эту благосновенную семью за всех боже в разных церквях разных конфессиях людей спасибо дорогой брат за слово божье которое не наставляет нас и утешает лариса пишет аминь слава богу слово божье извили нас утешает да вдохновляет и я сам утешаюсь этими словами действительно да и друзья братья и сестры действительно благодарю бога за всех служителей в разных конфессиях динаминации которые действительно имеют это понимание и пусть это понимание отец будет еще большим и большим прикосни сейчас и джозефу принцу и другим братьям всем пусть это понимание у нас у всех будет еще большим и большим понимание господь твоей всей картины спасения всей картины спасения, исцеления, благословен Царь наш, благословен Господь наш, благословен Святой, благословенный, благословенный Бог наш, возлюбленным Сыне Своем, Иисусе Христе, нас, возлюбленных детей Своих, Ты возлюбил. И изначально уже, да, изначально, прежде нашего бытия, в этой реальности, в этом мире Ты уже избрал нас. Спасибо, да, благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя, Господь. И хотя эта реальность извращена во многом, действительно, да, не такая, какая должна была быть изначально, отпадшая от благодати, но благодарю Тебя за веру в благодати, да. Вайбер, Ванна, скинулась. А, спасибо, посмотрю, да, посмотрю обязательно, да. Слава Богу. Благослови, Господь, сегодня всех нас, благослови хлебопреломление сейчас, да. И пусть вот эта действительно благодать Твоя, мы вкушаем хлеб, да, и плод виноградной лозы, но, Господь, тело и кровь Иисуса, мы знаем тело и кровь Иисуса, мы вкушаем, это в нашем естестве, что в наших жилах уже течет кровь Божественной Христа Иисуса, что мы и есть тело Иисуса Христа сейчас здесь, на этой земле. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя. Благодарю. Спасибо. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. За жизнь вечную, за жизнь бесконечную, за жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя! Аллилуйя, да, благодарим Тебя, Господи, Иван пишет. Аллилуйя, да, аминь. Благодарим, все благодарим, да, Тебя, Отец, Ава, Отче и Егова, Бог Авраама и Исаака Якова. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, да, Христос, Спаситель наш, Господь наш, Искупитель, Аллилуйя, брат наш и друг наш. Ты наше все. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. Ты с нами, наш Утешитель, да, Ты для всех нас в Утешении, Господь Утешитель. И наше общение с Тобою, потому что, да, благодать Господа нашего, Иисуса Христа, Любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами, аминь, 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 аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Кровь Христа Иисуса, тело Христа Иисуса Господа, аминь, 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 аллилуйя. Принимайте причастие, друзья, братья и сестры. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе за все, спасибо, спасибо, спасибо. Тело Христа, аминь, аминь. Спасибо. Аминь. Да. Да. Аминь. Аминь. Кровь Христа Иисуса и тело Христа Иисуса. Сегодня это я, ты, он, она. Вместе тело мы Христа. Вместе кровь Христа. Вместе церковь Господа. Вместе, действительно, да. Спасибо Тебе, Господь, храм святой в Господе. И в этом теле Твоем, кровь Иисуса, кровь Христа, да, Твоя святая кровь, она оживотворяет все. Спасибо Тебе, Господь, за все, слава Тебе. Аминь. О, спасибо, Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя за любовь Твою, благодарю Тебя, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Слава, слава, слава Тебе, святой. Слава, слава, слава. Слава Богу святому, слава. Аллилуйя, Аллилуйя, слава, 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 благодарю Тебя за кровь святую Агнца Твоего, Отец, этой кровью искуплены мы. И эта кровь святая, кровь святая, омыла и омывает от всякого греха, изменяет мышление наше, кровь Христа, исцеление болезней, немощей, воскрешение мертвых, исцеление больных, это все кровь Христа, производят сейчас, здесь, на этой земле, кровь Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Тебе, Господь святой, в наших жилах кровь святая Твоя, божественная кровь Агнца, Аллилуйя, тело Христа, мы сейчас на этой земле, тело Христа, Аллилуйя, спасибо, Господь, за все, слава Тебе, слава, 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 Аллилуйя, Аллилуйя. Чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа. Хвала Господу Богу, аминь, аминь, да. Чьим словам поверю я, я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты, мы будем верить Слову Господа. Чьим словам поверим все мы, я буду верить Слову Господа. Бог сказал, что я спасен, Бог сказал, я исцелен, Бог сказал, свободен я, и победа у меня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чьим словам поверишь ты, душа моя, да? Чьим словам буду верить я? Я каждый раз убеждаюсь на протяжении всех этих лет, что верить Слову Господа, вот это самое для нас то, что надо. То, что нужно душе моей, да, жизни моей, верить Слову Господа. Чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Аллилуйя. Бог сказал, что я спасен, аминь, да, спасен. Бог сказал, я исцелен, Бог сказал, свободен я, и победа у меня. Во Христе моя победа, исцеление, благословение. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава, слава тебе, Господь. И наш праотец наш, отец наш Авраам, прибыл тверд верою, воздав славу Богу. Когда мы воздаем славу Богу, мы это замечаем, да, я это замечаю каждый раз. Все, и верится, и любится, и легко, легко, легко. Воздаем славу Богу и пребываем тверды в вере. Аллилуйя. Чьим словам поверишь ты, человек? Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты, душа? Я буду верить слову Господа. Чьим словам будем верить мы, люди? Я буду верить слову Господа. И мы будем верить слову Господа. Аллилуйя. Бог сказал, что я спасен, Бог сказал, я исцелен, Бог сказал, свободен я, и победа у меня. И мы победители во Христе Иисусе, я победитель во Христе Иисусе, победа Божья. Победа в имени Иисуса Господа. Аллилуйя, да, моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Да, это так. Аллилуйя. Слава тебе, Святой. Слава, слава тебе, Бог наш. Аллилуйя. И в завершение снова прочту эти слова Павловы, да, написанные почти два тысячи лет назад, но которые сегодня вдохновляют нас, потому что они вдохновлены были Богом, да, для написания и изучения, научения, обличения и восстановления человека, да. Ифесянам, 1 глава, 3 стиха, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным, то есть истинной реальностью, да, благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочно пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу, славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. И дальше говорится, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, имеем уже это, имеем, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумению, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И в Нем мы наследники, это правда. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословенный Бог наш. Благословено Царство Твоем, Государство. Благословен народ, у которого Ты, Господь, есть Бог. Счастливы мы люди, имея такого Бога, как Бог наш. Аминь. Благословляю Вас, дети Божьи, благословляю Вас, дети любви, благословляю Вас, возлюбленные братья и сестры. Всех-всех благословляю. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аллилуйя. 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 Аллилуйя.